Маргарита Четыркина, преподаватель Высшей школы экономики и школы-центры преподавательского мастерства, магистра и аспиранта Сколковского института науки и технологий. Давайте ее поприветствуем. Спасибо большое. Спасибо. Всем добрый вечер. Очень рада всех приветствовать на этой площадке Медтехлектория. Для меня огромное удовольствие иметь возможность сегодня вам представить такую интересную тематику, как физиология человека в экстремальных условиях. Первое, с чего я хотела бы начать, это задать вам вопрос. Кто-нибудь из присутствующих увлекается походами, дайвингом, придайвингом, альпинизмом, хайкингом? Так, ну есть руки. Это чудесно. Собственно, о некоторых из этих областей мы сегодня с вами будем разговаривать. Так, ну, еще один такой вступительный слайд. Так, физиология человека в экстремальных условиях. Наконец-то. Ура! Мы прорвались, оно работает. Первое, с чего я хотела бы начать, почему лично мне была интересна эта тематика. Во-первых, я выпускница МГУ, все-таки с бакалавриата. Как раз-таки из биологического факультета МГУ, кафедры физиологии человека и животных. И три года назад я столкнулась со следующей ситуацией. Мы решили попутешествовать по пещерам Крыма. Ну, в тот момент я уже увлекалась таким видом хобби, как скалолазание. И мы подумали, почему бы не разнообразить свой вид отдыха на территории Крыма и не посетить пещеры. И первая пещера, которую я имела возможность посетить, это был монастырь, монастырь Чакрак. Но так уж сложилась судьба, что это необорудованная пещера, у которой глубина была приблизительно 100 метров. А высота колодца шахтового типа, вот такая пещера была, около 80 с лишним. Погрузиться в эту пещеру не составило никакого труда. В общем-то, я была очень сильно впечатлена тем, что я увидела внутри. И представила все то многообразие живых существ, которые нам еще предстоит открыть во всяких более глубоких и интересных пещерах. А вот вылазить оттуда было очень сложно. Собственно, там нужна была специализированная техника, поставленная техника, жумаринга с педалью, спелеологическая и так далее. В общем, после этого я стала очень активно изучать вопрос, связанный со спелеологией, горами и всеми такими вещами. Ну и еще маленький такой вступительный слайдик. Здесь вы можете наблюдать мой маленький высотный опыт. Я не могу назвать себя высотным альпинистом с огромным стажем, но в качестве любителя вполне себе. В общем-то, было несколько восхождений на Эльбрус со стороны Южной. Было восхождение с севера на Казбек, и в этом году мы с командой наших гидов-инструкторов успешно поднялись на пик Ленина. Собственно, вот тут вы можете, не показывает лазерная указка, нашу команду. И так сложилась судьба, что очень повезло попасть в команду очень сильных инструкторов, которые на данный момент являются участниками сильнейшей группы альпинистов на территории Российской Федерации. Это Александр Рындык и Алексей Сухарев. По QR-коду вы можете пройти и познакомиться с ними поближе. В общем-то, узнала я достаточно много как в течение этой поездки, так и в течение предыдущих. И, собственно, я пыталась сочетать свои базовые такие фундаментальные знания, академические знания и практические знания. В общем-то, это все и вылилось в совокупность нашей сегодняшней лекции. Ну что, поехали. Первое, с чего хочется начать, это ввести два базовых понятия — акклиматизация и адаптация. Очень часто даже в научных статьях путаются эти два понятия. В чем же разница? Адаптация — это то, что мы приобретаем с генами, передаем с генами. Ну, например, очень много поколений, какая-то популяция людей живет на определенной территории. Может быть, это какая-то специфическая территория с очень высокими температурами или с очень низкими температурами и так далее. И в дальнейшем приобретается соответствующая адаптация к этим заданным климатическим условиям. Акклиматизация — это то, что мы способны приобретать в течение жизни, но фактически мы не передаем это с нашими генами. Причем акклиматизацию мы можем получать несколько раз в течение жизни и также ее и утрачивать. Так вот, в соответствии с этим была выстроена история про так называемые адаптивные экологические типы. То есть когда-то давным-давно, согласно эволюционной теории крайних лет, мы все произошли из Африки. И постепенно мы мигрировали на разные территории, на разные континенты, адаптируясь к разным климатическим зонам и условиям. Таким образом, сегодня выделяют несколько основных адаптивных экологических типов. Слева вы можете наблюдать самый первый тип, так называемый тропический, из которого мы все когда-то давным-давно произошли. В общем-то территория тропиков — это там, где жарко и там, где много воды. При этом достаточно очень сильное солнце, радиация, и в соответствии с этим человек приобрел определенную морфологию. То есть это такой палкообразный вид тела, достаточно узкий таз, узкие плечи, тонкие руки, широкий нос, широкие губы, потому что нужно как-то теплоотдачу реализовывать в этих жарких, но все-таки влажных условиях. Далее, аридный тип, который вы можете видеть чуть-чуть правее, — это более засушливые территории. То есть дальше люди из тропиков начали расселяться в более засушливые районы, например, на Бимбе или что-то в этом духе. Там уже более сильная радиация, отсутствие воды и так далее. У этого типа еще сильнее снижен метаболизм. Примерно пропорции тела такие же, но иногда нос и губы имеют более плоские такие структуры, потому что нужно максимально сохранять воду. Далее мы двигались на территорию более крупных материков. Появился умеренный пояс, умеренный тип — это то, что мы сегодня с вами представляем. Затем такой более резко континентальный — это то, что характерно для якутов. У них уже появляется более широкая грудная клетка мощная для того, чтобы сохранять тепло, и они становятся еще немножечко пониже, в то время как умеренный пояс, наоборот, пошел в рост. И более специфические такие зоны — это горная зона и арктическая зона. Причем считается, что адаптивный тип горной зоны произошел несколько раз независимо на разных территориях. Что же характерно для горных жителей, коренных горных жителей? Это низкий рост, очень широкая грудная клетка и достаточно большое количество мускулатуры. И тут возникает вопрос. Для того, чтобы питать мышцы, нужно очень много кислорода, с одной стороны. Но с другой стороны, у людей горной зоны, где мы будем наблюдать явление так называемой гипоксии или недостаточности кислорода, у них очень много мышц, если смотреть на коренных жителей. Связано это с тем, что мышцы, как таковые, также имеют способность запасать кислород. Ну и, наконец, арктическая зона, одна из самых таких экстремальных. Тут мы будем наблюдать тоже такой интересный тип, нацеленный на то, чтобы максимально аккумулировать тепло, и очень-очень высокий уровень метаболизма, самый высокий среди представленных типов. Собственно, употребляя очень много граммов жира в течение дня, люди с таким арктическим типом адаптивным могут получать очень много энергии. То есть у них основное питание основано как раз-таки на жирах и употреблении жиров. Плюс у них, конечно же, совершенно другой термогенез, не как, например, у нас с вами, умеренного типа. А все-таки, когда у нас на территории, например, Москвы зима, мы носим пуховички, в то время как вот такой адаптивный тип из арктической зоны может спокойно разгуливать там в какой-нибудь футболочке. Итак, получается следующая история, что все-таки есть определенные адаптации, заложенные в наших венах, но это некоторый диапазон, который мы можем развивать в течение жизни, и это будет называться акклиматизацией. Собственно, по большей части сегодня мы с вами будем говорить именно про акклиматизацию. Какие же условия для адаптации существуют? Логично, если мы идем в более сухие, засушливые территории, нужно тратить меньше воды. То есть у нас условия, когда мало воды. Если мы с вами поднимаемся на более северные широты, то нам надо как-то справляться с холодом. Если мы, наоборот, поднимаемся в горы, там у нас условия гипоксии, плюс, конечно же, тоже влияние температуры. Ну и, конечно, другая отдельно интересная история, это когда мы с вами решаем погружаться на какие-то определенные глубины и заниматься дайвингом или фридайвингом. Сегодня мы поговорим о некоторых из условий, и первое, с чего мы начнем, это температура. Для нас с вами, людей умеренного климата, характерна смена сезонов. То есть мы как бы в определенных диапазонах сегодня приспособились существовать. Но нужно иметь тоже такой маленький пунктик в голове, что то, что мы имеем сегодня в качестве наших адаптаций, это результат приспособления в течение многих-многих лет. А значит, наши приспособления сейчас немножко запаздывают с тем, что есть, присутствуют сегодня в качестве каких-то условий. Итак, температура. Мы с вами холоднокровные или теплокровные, товарищи? Теплокровные, да? Здорово. Собственно, слева у нас показаны некоторые холоднокровные представители, которые не имеют возможности никаким образом регулировать свою температуру тела и прямиком зависят от того, что у них есть в окружающей среде. У нас произошло формирование двух кругов кровообращения. Тут вы можете наблюдать такие схематические очень изображения. Как это происходило через рыб, амфибии, рептилии? И все-таки, наконец-то, у нас сформировалось, ура, четырехкамерное сердце и два круга кровообращения, что нам дало возможность регулировать свою температуру, разделить венозную артериальную кровь. Классно. Теперь, если разговаривать про температуру, обычно физиологи разделяют так называемое ядро и оболочку. Ядро — это наш с вами центр, где у нас будут преобладать тепловые термосенсоры. Ну, термосенсоры — это значит терморецепторы. Если смотреть на оболочку, то то, что у нас больше так на периферии располагается, это холодовые терморецепторы. В чем разница, мы с вами поговорим дальше. На самом деле у нас есть очень четкое разделение, какой рецептор что воспринимает. Далее. Ядро характеризуется более медленным ответом на изменяющиеся условия температуры. В то время как наша оболочка реагирует достаточно быстро на изменения. Я думаю, что те из вас, кто зашел сюда, почувствовали, что здесь прохладненько. И у некоторых, наверное, слегка похолодели руки. Это наша как раз-таки оболочка, которая быстро среагировала, перераспределив наши полы крови. Далее. В ядре у нас всем управляет так называемая вегетативная терморегуляция. По сути, вегетативная нервная система. Поговорим, что это такое. Управление поведенческой терморегуляцией – это оболочка. Если мы с вами замерзли, пальцы рук мерзнут, мы начинаем их, например, тереть друг об друга. В случае ядра у нас с вами может наблюдаться перегрев. И это какие-нибудь очень жаркие условия, когда нам необходимо выполнять, например, физическую работу при 30 плюс градусах. И там, значит, как-то регулировать температуру своего ядра. На самом деле это экстра задача для нашей вегетативной нервной системы. Оболочка. Здесь может быть переохлаждение. Собственно, тут на слайде вы можете наблюдать, что в течение суток у нас температура ядра, в принципе, колеблется в пределах половины градуса. Когда это происходит? Ближе к вечеру в районе 5-6 у нас стандартная температура, например, 36,6. Где-то в 3-4 часа ночи температура у нас на полградуса снижается. Ну и потом, по мере приближения к моменту, что нам надо проснуться, она обратно будет повышаться. В зависимости от температуры окружающей среды мы можем регулировать тот объем, который у нас занимает ядро и оболочка. Все достаточно просто. Если у нас какая-нибудь комфортная температура, то будет одно соотношение. Например, комнатные условия, которые показаны на слайде справа, температура где-то 22-23 градуса. И там вы можете наблюдать, что ядро занимает определенную площадь. Если нам холодно, 15 градусов, наше ядро становится гораздо меньше. Вот это центральная часть, которая регулируется вегетативной нервной системой. А оболочка разрастается. То есть наш организм понимает, что надо сохранить тепло внутри, и весь кровоток, все тепло направляет к нашим внутренним органам. Сердцу, печени, легким, ЖКТ и так далее. Все стараясь сохранить. При этом наши конечности могут подмерзать или отмерзать. Если мы с вами посмотрим на температуру в сауне, в парилке, что там плюс 65 и выше, то у нас в какой-то момент ядро разрастается прям максимально. А затем прям очень активно нагревается периферическая оболочка. Так как же это все регулируется? Есть два процесса. Термогенез и теплоотдача. Термогенез у нас с вами включается, когда нам холодно. Теплоотдача, когда жарко. Все очень логично пока. Итак, как мы с вами можем запустить продукцию тепла? Есть два основных механизма. Сократительный и несократительный термогенез. Причем здесь есть определенная такая интересная особенность, что помимо сократительного и несократительного термогенеза у нас все это сопровождается изменением и перераспределением пола в крови. Давайте посмотрим. Если мы находимся в состоянии так называемого физиологического покоя, мы сейчас с вами сидим или я стою, мы находимся в состоянии покоя. По теплопродукции мозг у нас занимает 16%. Мозгу нужно тепло для того, чтобы организовывать свой метаболизм на таком повышенном уровне. В органах грудной и брюшной полости у нас больше 50%. Если мы сейчас с вами выйдем на улицу, где достаточно тепло еще к тому же, и начнем выполнять какие-то физические нагрузки, приседать, бегать, то в органах грудной и брюшной полости мы будем наблюдать снижение до 80%, а кожа и мышцы будут достигать 90%. Итак, какие же механизмы у сократительного термогенеза? Тут все очень логично. Он сократительный, а сокращаются у нас с вами мышцы. Как правило, именно в сократительном термогенезе у нас основную роль играют поперечно-полосатые скелетные мышцы, так называемые с точки зрения физиологии. Итак, что здесь будет работать? Будет работать произвольная активность локомоторного аппарата. Соответственно, мы с вами произвольно будем перемещаться, как-то согреваться. Например, если мы стоим на остановке, мерзнем и ждем автобуса, это произвольная активность, мы там будем ходить туда-сюда в попытке согреться. Далее будет так называемый происходить терморегуляционный тонус. Это тоже мышечный тонус и тонус наших сосудов, который в том числе будет перераспределять кровь. И хладовая мышечная дрожь. Это то, что мы уже с вами не можем регулировать. Это непроизвольная ритмическая активность скелетных мышц. Как же она реализуется? Тут я не нашла красивую картинку с человеком. Тут у нас будет молодой теленок. Но работает там все точно так же, поверьте мне, пожалуйста. Здесь у нас, смотрите, все начинается с холодового стресса. Написано осенненькими буквами. Там срабатывают такие специализированные термосенсоры. Они называются холодовые термосенсоры. И что такое TRP? Мы с вами обязательно поговорим об этом. Так вот, они запускаются и по чувствительным нейрончикам идут в состав спинного мозга. Там дальше идет нехитрое такое переключение с дальнейшим входом в состав головного мозга. И там у нас есть такая зона, как гипоталамус. И гипоталамус — это часть промежуточного мозга. Как раз-таки тот самый шеф, который у нас будет регулировать вегетативную нервную деятельность. То есть он будет сравнивать показатели, какие температуры в теле, какие показатели по ионам. Мы с вами это будем обсуждать далее, когда будем говорить о гипоксии. Так вот, далее из ядра гипоталамуса определенного будет запускаться мышечный ответ. То есть гипоталамус будет иметь практически напрямую вход на моторные нейроны, располагающиеся в спинном мозге. Те уже будут, соответственно, запускать мышечное сокращение. Мышечное волокно мы с вами наблюдаем справа. И там подписано альфа-мотонейрон — это как раз двигательный нейрон. И он у нас будет запускать такие непроизвольные реакции. Плюс, когда у нас мышца вот так вот дрожит очень часто в состоянии этой самой мышечной дрожи, запускаются определенные метаболические процессы параллельно, которые будут приводить к производству тепла. То есть мышца будет получать тепло за счет движения с одной стороны и за счет изменения метаболизма с другой стороны. Потому что там у нас будет происходить расщепление энергетически таких выгодных молекул. Например, АТЕФ и так далее. Что же по несократительному термогенезу? Ну, здесь все как положено, нарисовано. Красивый головной мозг человека. Тут есть несколько моментов. Во-первых, иногда несократительный термогенез называют еще частично химическим или метаболическим. Что будет происходить? В скелетных мышцах за счет процесса так называемого окислительного фосфолирования мы с вами будем получать энергию в виде молекул АТЕФ. Причем там иногда будет происходить определенное разобщение, что мы будем наблюдать не производство энергетической молекулы, а просто такое рассеивание в виде тепла. И наш организм умеет там это переключать. Далее, в составе печени, печень у нас вообще очень теплый орган, тоже будет происходить процесс, например, гликогенолиза. И гликогенолиз — это расщепление гликогена на молекулы глюкозы. И дальше уже из глюкозы мы с вами будем получать ту самую энергетически выгодную молекулу и тепло параллельно. Есть у нас там такие запасные депо гликогена. И, наконец, бурый жир. Бурый жир — это вообще очень интересная история, потому что его у нас в норме очень мало. И бурый жир, он как раз-таки участвует в том, чтобы производить тепло. Есть белый жир, стандартный, кстати, который показан тут. Он обычно просто выполняет такую теплоизоляционную функцию. А бурый жир, он будет непосредственно отвечать за генерацию энергии и тепла. Итак, что мы с вами имеем? Cold environment, нам холодно. Сигнал идет в состав нашей синаптической нервной системы. Что такое синаптическая нервная система? Это часть вегетативной нервной системы, которую мы не контролируем. Вегетативная система, она же автономная, включается сама по себе через работу гипоталамуса. Симпатическая нервная система — это так называемая система стресса. То есть, когда, например, нам холодно, когда мы видим какие-то опасные условия у нас, она включается автоматом, мы это не контролируем. И как результат выделяется норадреналин или норопенифрин. Дальше этот норадреналин, норопенифрин будет с кровотоком поступать к мышцам и поступать к клеткам белого жира, белым адипоцитам так называемым. Там сидят бета-адренергические рецепторы, воспринимающие этот самый норопенифрин. И затем будет два ответа. Если мы с вами посмотрим на мышцу, видим вот эти вот какие-то каскады преобразования, но что здесь важно? В ответ на приходящий норадреналин, его взаимодействие с бета-адренарецептором, у нас будет происходить разобщение вот этого переносчика, называется серка. В норме он качает кальций и затрачивает ТТФ. Но когда приходит именно вот такой сигнал, он будет уже не только откачивать ТТФ, но и участвует в разобщении других соседей, СЛН, ПЛН, такие вот белочки, которые будут генерировать тепло. И как раз за счет этого мы будем иметь вот такой метаболический ответ. Что будет происходить дальше? Мышца, когда она вот так вот работает метаболически, очень активно выделяет тепло, нагревается, она выделяет специальные вот такие вещества. Это и резин, и натриоретический пептид. Они, недолго думая, будут перемещаться тоже к клеткам белого жира и их дополнительно активировать. И как результат клетки белого жира будут раскладывать запасенные жиры, отложенные жиры на самый черный день, как раз таки с высвобождением энергии. Поэтому мы будем получать некоторое количество тепла и энергии. Как результат мы имеем нагревание тела и снижаем толщину подкожной жировой клетчатки. Итак, если в целом посмотреть на термогенез, ну как бы сократительный, не сократительный вместе. Вот у нас товарищ сидит, мерзнет. Что с ним будет происходить? Первый момент. Будет происходить снижение кожных и респираторных потерь тепла за счет того, что будут сужаться сосуды на периферии. Далее будет происходить снижение легочной вентиляции. Легочная вентиляция — это как часто мы дышим. Когда нам холодно, дышим мы реже. Для того, чтобы не терять тепло с выдохом. Ну и, конечно же, снижение температуры кожи. У нас будут определенным образом сужаться сосуды, перекрываться кровоток к поверхности кожи, для того, чтобы не было теплоотдачи. Если это все не сработало, у нашего организма есть план «Б». Что подключается? Подключается химия и метаболизм. Повышение мышечного тонуса через те механизмы, которые посмотрели, термогенезы. Рост артериального давления и рост сердечного выброса. Начинает включаться сердечно-сосудистая система во все эти процессы, стараясь, несмотря на то, что холодно, проталкивать более интенсивно кровь, чтобы согревать. Потому что в нашем ядре находится очень много теплой крови. Ее надо разогнать ко всем нашим конечностям, чтобы мы их в итоге не потеряли. Итак, теперь самая интригующая история. А с чего все начинается? Вот как мы вообще воспринимаем температуру? Много ученых задавалось этим вопросом. И на самом деле это сегодня одна из самых горячих тем в науке. Известно, что есть определенное распределение так называемых рецепторов Trangent Receptor Potential TRP Channels. Они на русский не переводятся, ну как бы TRP-каналы. И в чем суть? Каждый из них реагирует на определенный свой диапазон температур и располагается в определенных зонах. Наши тепловые рецепторы располагаются ближе к ядру. Вот эти вот TRP-V4, warm receptors, heatpain, TRP-V1 и так далее. Это все в центре. На периферии у нас располагаются холодовые рецепторы. Тот вот, например, самый TRP-M8. Справа вы можете наблюдать такие красивые структурные формулы, точнее 3D визуализации, как выглядят эти красивые белочки. И как оказалось, семейство очень большое. То, что вы видите на левом слайде, это то, что сегодня открыли ученые и продолжают открывать по типу всех этих каналов, которые, как оказалось, раскиданы по-разному в нашем теле и отвечают не только за тепло. Собственно, в 2021 году получили двое ученых Нобелевскую премию именно за открытие вот этих самых TRP-каналов семейства. Ну и вся их группа и другие группы по всему миру научные стараются дальше исследовать эту тематику. О чем они рассказали? Собственно, о структуре этих каналов, что именно с них начинается термосенсинг, чувство тепла. И помимо этого, рядом с ними они нашли еще одни такие интересные каналы, которые называются пьеза. Они уже будут ближе к сенсорным, отвечать, например, за восприятие раздражения наших дыхательных путей и так далее. В общем, такая действительно горячая тема в современном научном мире. Что они делали, как они это доказывали, открывали и смотрели эти температурные диапазоны? В общем, ученые брали вот эти сенсорные нейрончики, которые реагируют на температуру, выделяли оттуда РНК, РНК это рибонуклеиновая кислота, мы можем, собственно, кусок этой РНК достать, и именно эта РНК у нас, например, будет кодировать необходимый нам белок. Ну, собственно, тут нужно вспомнить, что с ДНК мы получаем РНК, и с РНК мы получаем белок. Дальше они с РНК обратно натранскрибировали ДНК-фрагменты, вставили в другие клеточки, потому что нейроны на самом деле выращивать очень сложно, особенно вот такие сенсорные, и стали воздействовать разными температурами на клетке. И получали вот такие различные ответы, тем самым открывая эти каналы. Как вы можете наблюдать, тепловых каналов сегодня известно гораздо больше, чем холодовых. Помимо этого, температурная чувствительность была показана, что очень тесно связана с болевой. Почему так происходит? Во-первых, у нас очень рядом располагаются различные чувствительные пути, так называемые чувствительные тракты в составе спинного мозга. И есть тракты, которые проводят термо-чувствительность, и есть тракты, которые проводят болевую чувствительность. На самом деле у нас гораздо больше чувств, восприятий сенсорных систем, чем мы, наверное, представляем в обыденной жизни. Давайте с вами попробуем посчитать. Сколько у нас с вами сенсорных систем? Зрение, зрительная система. Раз. Не слышу. Обоняние, да. Осязание, механорецепция. Слух. Еще. Вкус было. Вестибулярное. Пять. Вкусовые рецепторы. Шесть. Ну, термо-чувствительность, об этом мы с вами поговорили. Еще. Классно, что вы знаете. Это мы сейчас обговорим. Да, еще. Давайте сейчас с вами проведем эксперимент. Закройте глаза. Закройте глаза. Наклоните голову вправо-влево. Да? Вы чувствуете положение головы. Какая у вас система будет работать? Вестибулярная. Оставляем закрытыми глаза. Я вас… Все. Закрывайте глаза. Теперь поднимите руку. Ага. Опустите. Спасибо. Можно открывать? Что за система у нас работает? Что мы можем контролировать положение нашей руки? Ну, мы же подняли. Мы понимаем, где она? Не совсем это так называется. Но что-то в этом духе. Так. Проприорецепция. Да. Координация, она как раз про проприорецепцию. То есть мы с закрытыми глазами можем поднять руку, и мы прекрасно понимаем, где она находится в пространстве. Это проприорецепция. Ну и, конечно, еще одно чувство. Это боль. Это ноцицепция. Вот. Ну и, собственно, тут есть очень тесное переплетение историй, связанных с тем, как у нас проводится терморецепция, и как раз-таки болевая чувствительность. И было показано, что некоторые из этих каналов, вот эти вот TRP-семейства, они отвечают не только на термосигнал, они еще и отвечают на так называемые провоспалительные агенты типа химокинов, цитокинов и прочего, которые у нас выделяются при воспалении. А воспаление — это боль. Всегда. То есть там какая-то заноза, внутренний воспалительный процесс и так далее. Вот эти каналчики, они тоже открываются. Поэтому мы можем чувствовать при экстра сильной какой-нибудь холодовой активации боль, или, например, если нам горячо, мы тоже будем чувствовать боль. Следующее. Мы поговорили про термогенез. А что будет по теплоотдаче, когда нам, наоборот, жарко? Что здесь будет работать? Вообще сегодня выделяют несколько стандартных вот таких способов, как мы с вами можем отводить тепло. Например, мы можем с помощью конвекции вот такого проведения тепла собственно его рассеивать через испарение, диффузию тепла и так далее. Итак, а если по механизмам, что здесь будет работать? Также будет активироваться симпатика. Вот та симпатика, которую у нас активирует стресс. То есть когда нам жарко, симпатика тоже работает. И она будет иннервировать уже потовые железы, что будет непосредственно приводить к увеличению потоотделения. Ну вот, кстати, у того самого чудесного аридного типа вот этот механизм не работает. Он другой. В ответ на то, что жарко, у них не происходит вот такого способа теплоотдачи через потоотделение, потому что им воду терять невыгодно. Подавление симпатической активности в кровеносных сосудах кожи, то есть тут вот другое антагонистичное такое явление будет, и это будет вызывать приток к непосредственно крови, к коже и увеличение теплопотери. У нас будут расширяться сосуды, будут зонально краснеть какие-то части тела. Далее будет происходить уменьшение выброса катехоламинов, всяких тиреоидных гормонов из гипоталамуса, что будет снижать скорость метаболизма. То есть когда жарко, нам с вами в принципе надо снижать этот уровень метаболизма. Это то, что мы наблюдаем как раз-таки у тропического и аридного типа. Ну так ярко. Ну и, наконец, поведенческие изменения. Будем уменьшать телодвижение, принимать такую вот более открытую позу тела для того, чтобы максимально занять площадь и, в общем, отдать тепло. Итак, где же этот самый чудесный гипоталамус? Если мы с вами возьмем, разрежем человека вот так вот пополам умозрительно, то мы найдем вот такую вот зону, показанную стрелочкой. Там у нас будет находиться гипоталамус и гипофиз. И, собственно, гипоталамус — это область, которая у нас является центром нашей вегетативной нервной системы. У него есть различные входы от всяких сенсорных модальностей. Обоняние, проприорецепция отчасти, барорецепция, которую упомянули и так далее. И у него внутри есть установочные значения. Он знает, в каких диапазонах должны быть импульсы, приходящие к нему. И если что-то идет не так, то он будет начинать регулировать и запускать различные системы и механизмы. То есть если у нас чего-то много, информация об этом приходит в гипоталамус, ну там, например, нам очень жарко, туда приходят сенсорные входы, он будет дальше отправлять сигналы на то, чтобы снизить входящее тепло. Будет некомфортно. Вот. И таким образом внутри гипоталамуса есть две зоны. Передний, который будет в основном получать сигналы от нашего ядра, от центральных рецепторов, и он будет в основном активировать внешний теплообмен. То есть когда мы перегреваемся, наше ядро нагревается излишним образом, он будет активировать внешний теплообмен и ингибировать мышечный термогенез. Центр теплорегуляции — это задний гипоталамус. Это то, что будет получать у нас сигналы, когда нам холодно, и сигналы будут идти от периферии холодовых рецепторов. Активировать теплопродукцию в ответ на это все и тормозить внешний теплообмен. И вот так ступенчато по разным-разным уровням у нас происходит регуляция. Вот так вот еще разочек гипоталамус. Есть вот эта вегетативно-автономная нервная система, которая все может регулировать через потовые железы, обеспечивать потерю тепла, через сосуды, перемещение вот этого ядра, периферия. Также будет идти воздействие на бурый жир, для того чтобы у нас была типропродукция на мышцы, тоже определенным образом, но уже через соматическую нервную систему по большей части. Итак, эта картинка не для того, чтобы вас напугать, она для того, чтобы вам показать два пути. Есть проводящие пути болевой температурной чувствительности. Я надеюсь, что вы найдете латеральный спиноталамический путь, это номер 10. и спиноталамический путь. Просто сейчас, я его потеряла тоже. Ладно, латеральный спиноталамический путь. Все будет начинаться с чувствительного нейрона, который воспринимает у нас либо боль, либо термочувствительность. Дальше будет идти перекрест на уровне воспринимаемого сегмента и идти наверх. И в действительности вот этот латеральный спиноталамический путь у нас будет проводить и болевую, и термочувствительность. Поэтому они могут активироваться вместе. Поэтому очень часто люди теряют чувствительность к боли, когда накладывается холод и так далее. Вот таким образом это все работает. Дальше все идет наверх, в том числе через гипоталамус. Интригующая история про белый и бурый жир. В норме у нас есть определенное распределение. Когда мы рождаемся, нам до года, у нас очень много бурого жира. Потому что у нас не работает так называемая история с дрожанием, с сократительным термогенезом. И для того, чтобы младенцу каким-то образом поддерживать свою температуру, и если там холодные внешние условия все-таки как-то согреваться, работает бурый жир. В чем у него особенность? У него очень много таких жировых капелек. Он показан на вот этом правом снимке. Много жировых капель и много митохондрий. И именно за счет наличия митохондрий большого количества вот этих вот жировых капелек термогенез будет запускаться очень быстро. И младенцев это зоны, типа верхняя часть спины, солнечное сплетение, подмышечные впадины, в районе живота они тоже есть. Но по мере взросления формируется мышечная ткань и бурый жир он утрачивается. И у нас с вами будет, конечно же, преобладать белый жир, который вы наблюдаете на левом снимке. Там огромная жировая капля и практически нет митохондрий. Фактически они отсутствуют. В общем-то там у нас находится просто запас жиров, который при необходимости будет окисляться и давать какую-то часть энергии и совсем немножко тепла. И, собственно, было показано, что у людей, у которых есть и сохраняется высокий уровень так называемого бурого жира, они активируют этот бурый жир, когда им холодно. И это такая своеобразная адаптация-акклиматизация. То есть в течение жизни есть шанс из одних клеток получить все-таки бурый жир или есть предрасположенность определенная генетическая, например, у того типа людей, которые проживают далеко на севере. Итак, давайте посмотрим на картинки, их прочитаем. Слева у нас такой термонейтральный человек, худой, стандартный. И вот есть определенные зоны, показанные черненьким. Это как раз где располагается бурый жир. Далее у нас есть вот этот вот человек, который подвергается холодовому воздействию. И вот эти вот зоны, солнечное сплетение, подмышечные впадины, это там как раз где работает этот самый бурый жир. Его можно увеличивать и накапливать в течение жизни, если мы подвергаем себя холодовым процедурам. Это было показано. Обратите внимание, что очень активно защищается сердце, потому что сердце нужно оставаться теплым, чтобы гнать кровь. Ну а если мы будем наблюдать человека с излишним весом, то у него фактически не будет бурого жира, и основной механизм согревания будет идти через белую жировую ткань. Итак, как же мы можем получить из каких-то клеток белую или вот эту вот бурую жировую ткань? На самом деле у нас есть некоторые клетки-предшественники, они у нас сохраняются в течение жизни, и мы можем как раз-таки из них получать наш активированный такой, готовый к работе адипоцит. Можно из прекурсора получать белый жир и при воздействии холода получать вот такой адипоцит как бы белый, но с большим количеством митохондрий. Ну и, конечно, можно получать просто белый жир. Так что у нас есть в действительности некоторый диапазон. Воздействие холода будет влиять на то, какой жир у нас фактически будет формироваться. Теперь немножечко интересностей для того, чтобы вам рассказать всякие любопытные истории. Кто-нибудь видел эту книжку на полках магазинов? Читая города, встречали, да? Такой известный персонаж, по-моему, он из Нидерландов, но тут я могу ошибаться. Вим Хофф — ледяной человек сверх возможностей нашего организма. Я не поленилась, я тоже ее прочитала. Я, в общем, впечатлилась, сколько там научных данных было проведено, что он там, значит, и поставил рекорды по нырянию, и там где-то он в этих вальдах бегал, и плавал, и, я не знаю, ходил, и на Килиманджаро, по-моему, он поднимался с какой-то группой. Причем группа была не очень здоровых людей. Вот. Ну, так как я из такой прям академической среды, все-таки аспирантура как-никак накладывает определенные обязанности, я посмотрела все статьи, на которые ссылалась вот эта книжка, и вообще вот статьи, которые были опубликованы по методу Вима Хоффа. Так вот, он называется VHM. Я не очень впечатлилась, потому что есть определенные критерии, по которым мы можем, как ученые, отсеивать статьи. Импакт-фактор журнала, какая вообще репутация журнала и так далее. И, в общем-то, примерно в таких журналах были опубликованы результаты Вима Хоффа, если говорить с научной точки зрения. Зато я потом нашла вот такую статью. Причем статья опубликована в 2023 году, и это Scientific Reports, это журнал из дома Нейча. На самом деле это прям такой очень респектабельный журнал, я бы сказала. Так вот, они набрали хорошую выборку людей, отправили контрольную группу выполнять какие-то действия, и, в общем-то, была группа, которая шла по методу Вима Хоффа, и они нашли, что те параметры, о которых говорили, улучшение сердечно-сосудистой системы, какой-то устойчивости к холоду и так далее, cannot be confirmed. Это означает, что нету никакой статистической значимости. В общем, метод не работает, если что, потому что персонаж достаточно такой популярный. Далее, в поисках каких-то интересных ярких примеров для того, чтобы вам показать, что есть люди, которые всем этим занимаются, есть такой вот Андерс Хоффман, и в 2020 году он совершил триатлон по Антарктике. Ну и для меня, например, это более значимое достижение. Можете перейти по QR-коду, посмотреть на этот интересный проект. Это почти 4 километра в холодной ледяной воде, велосипед 180 километров по снегу, и, в общем-то, там 422 километра бега. Вот. И, в общем-то, вот это действительно впечатляюще с точки зрения термоустойчивости. Далее. Это немножечко к вопросу, а зачем все это вообще изучать и так далее. Есть у нас определенные зоны, определенные территории на той же самой… О, господи, ну не метеорологической, просто станция «Восток», где занимаются метеорологическими исследованиями, где совершаются астрономические исследования, исследования магнитосферы, ионосферы, медико-биологические исследования, исследования по глиоциологии. Это исследования льда. Ну и еще там есть такая особенность, что на этой станции есть ледяной щит, и там под ледниковое озеро «Восток», пятый по объему воды пресноводный водоем. В общем, такая интересная территория, где температура может быть от минус 50 до минус 80 во время полярной ночи. Там полярная ночь, бывают условия, когда солнца просто нету, и очень холодно. А еще там высота 3488 метров. То есть это уже зона высокогорья. Вот так вот сочетается сразу несколько факторов на вот этой вот удивительной территории. Максим Аркадий, Максимов Аркадий Леонидович, уже чуть-чуть заговариваюсь, проводил многочисленные исследования альпинистов, людей, которые как раз-таки обладают высокой термоустойчивостью. И у него есть ряд интересных работ, в которых он показал, как и по каким параметрам он выбирал людей, которые в действительности обладают немного более высокими такими акклиматизационными способностями, ну в том числе по генетической составляющей. Так что с его лекциями вы тоже можете ознакомиться, перейдя по QR-коду. Ну и, конечно же, есть люди, которые хотят быть первыми в определенных достижениях. Екатерина Некрасова, 2021 год, мировой рекорд по продолжительности в дисциплине фридайвинг подо льдом. Что такое фридайвинг, мы еще с вами обсудим, как это все работает. Ну и, в общем-то, 102 метра она проплыла вот в таких жестких условиях. Причем у нее не было ни ласт, ни какого-то специального снаряжения. То есть она плыла просто в купальнике. Вот в таких условиях. Так. Для того, чтобы показать вам благоприятное воздействие холода, я нашла вот такую интересную статью. И в статье, на самом деле, там очень много всяких любопытных, именно научных данных. Но что там происходило? Моделировали аутоиммунные заболевания на мышах, а затем воздействовали на них холодом. И показали, что определенные иммунные клетки снижают свою аутореактивность в момент, когда идет воздействие холодом. Так что есть определенные такие вот протективные особенности. Ну и тоже такая любопытная статья, где было показано, что холодные температуры действительно могут способствовать продолжительности определенной жизни некоторых белков через вот такой вот PA28-гамма, специфичное название, через тот белок, который вообще запускает протеосомы. А протеосомы у нас будут деградировать белки. В общем, там запускается деградация старых белков, и таким образом можно регулировать жизненный цикл и апоптос. Исследование проводилось вот на таких любопытных беспозвоночных животных. Не на людях пока что еще, но результаты достаточно многообещающие. Итак, мы с вами переходим к следующим условиям для адаптации-акклиматизации. Это давление. Ну, я думаю, что вы все догадались, что давление — это тот фактор, который будет воздействовать на нас, если мы будем совершать глубоководные погружения. В чем смысл? Каждый раз, когда мы спускаемся на 10 метров на глубину, каждые 10 метров, давление, которое оказывается на наше тело, составляет плюс одну атмосферу. То есть одна атмосфера на уровне моря, спускаемся на минус 10 — 2 атмосферы, спускаемся на минус 20 — 3 атмосферы и так далее. Современные рекорды, насколько я помню, это где-то сегодня минус 120 метров. Итак, что же будет происходить во время того, как человек погружается? Мы пока не будем рассматривать разницу между дайвингом и фридайвингом, просто посмотрим на процессы. В целом у нас будет очень сильно снижаться объем легких. То есть, например, на глубине минус 50 метров объем легких общий будет составлять всего лишь 1 литр. В норме он у нас около 5-6, если мы люди, которые не занимаемся профессиональным фридайвингом. И, в общем-то, граница минус 120-130 считается предельной, ниже которой нырнуть уже нельзя. Что будет происходить еще? Рост давления, непосредственно который будет сжимать у нас объем наших легких, и будет происходить замедление частоты сердечных сокращений. Причем очень сильная такая брадикардия, чуть ли не до 10-20 ударов в минуту у элитных спортсменов. Итак, что же будет происходить? Давайте представим, что мы с вами начинаем погружаться. У нас растет окружающее нас давление. Как результат, если мы погружаемся с аквалангом, у нас будет подаваться по нашей легке воздух под давлением. То есть не как мы обычно дышим вот этим стандартным атмосферным воздухом, а уже будет идти определенная регуляция с помощью вот этих всех погружных установок. Кровь в составе капилляров легких также будет подвергаться высокому давлению альвеолярного газа, и это состояние так называемого гиперборизма. И в этот момент есть шанс, если мы дышим по каким-то причинам неправильно, получить баротравму. Что это может быть? Это разрыв капиллярных сеточек, который даст о себе знать, когда мы будем подниматься наверх. Далее с ростом давления объем воздуха будет снижаться, легкие будут схлопываться все больше и больше, объем будет уменьшаться. Собственно, давление — это такой некоторый источник воздуха. Если мы с вами погружаемся с аквалангом, мы дайверы, у нас есть следующая история про парциальное давление газов. Парциальное давление — это то, какое давление оказывает компонент газовой смеси при условии удаления других компонентов. Ну и так получается, что есть определенные газовые законы, из-за которых у нас будут постепенно вот так вот уменьшаться в размере наши легкие. Причем, что будет происходить? Парциальное давление газовой смеси, которой мы дышим, будет увеличиваться. Обратите внимание, на глубине 30 метров атмосферное давление, ну вообще давление, которое оказывает на нас воздействие, — это 4 атмосферы. Далее у нас парциальное давление кислорода выросло примерно в 4 раза. Парциальное давление азота тоже выросло. Итак, с чем мы можем столкнуться, погружаясь с аквалангом? На самом деле первое такое известное состояние — это так называемый азотный наркоз. Азота на самом деле в воздухе очень много, больше, чем углекислого газа или кислорода. Но в наших метаболических процессах газовый вот этот вот азот, он не принимает никакого участия. Он никак не включается. Мы с вами не умеем усваиваться атмосферный азот. Поэтому получается следующая история, что азот достаточно хорошо проходит биологические мембраны вообще любых клеток, любых структур, любых органоидов. И в дальнейшем он может воздействовать как на сами клеточные мембраны, так и просто находиться в таком растворенном виде в жидкостях и твердых газах. То есть у нас есть тканевая жидкость, например. У нас есть более твердые или более мягкие ткани, соединительные и так далее. И, собственно, явление так называемого азотного наркоза, конечно же, до сих пор волнует всех дайверов. И считается, что здесь происходит следующая такая любопытная история. По каким-то причинам будет ингибироваться выброс дофамина в определенных нейронах, которые у нас как раз-таки будут запускать двигательную активность. Вообще состояние азотного наркоза. Это когда почему-то дайверам или водолазам в какие-то моменты становятся очень резко весело, они теряют полностью ориентацию, и если их не начать вытаскивать в этот момент, они могут потерять даже двигательную активность. Собственно, это связано с дофаминергической системой, ну, по крайней мере, как это известно на сегодня. Если немножечко базовой физиологии. У нас с вами в кислород переносятся специальные молекулы, которые называются гемоглобин. Это белок в составе эритроцитов. Каждая молекула гемоглобина переносит 4 молекулы кислорода. Ну, сам гемоглобин по себе это такая вот не одна цепочка белка, а их 4. И каждой цепи у нас зацепляется как раз-таки кислород. Ну, и тут есть такой некоторый эффект облегчения, что когда наша молекула гемоглобина встретила свой первый кислород, дальнейшая прицепка следующих молекул кислорода, она будет гораздо легче. Вот такой вот лавинообразный эффект. И структура, которая в составе гемоглобина будет как раз-таки улавливать кислород, это гем. Вот, и внутри гема у нас есть двухатомное железо, железо в степени окисления плюс 2. Как раз-таки к нему у нас будет зацепляться кислород вот под таким уголком, как показано справа. Помимо этого, для того, чтобы понимать, что здесь происходит, нужно вспомнить, что у нас в составе крови есть две буферные системы. Бикарбонатная и фосфатная. Буферная система будет стараться сохранить pH нашей крови на определенном уровне. Когда у нас, например, будет происходить по каким-то причинам увеличение концентрации ионов водорода, наши буферные системы будут его хватать и переводить в состав вот этих вот кислот, для того, чтобы он не находился в свободном виде и не оказывал каких-то эффектов по изменению водородного показателя pH. Наоборот, когда у нас будет уменьшение водорода, будет идти смещение влево. Вот такой вот базовый принцип. Итак, почему же и как же, что здесь работает? Известно, что когда у нас происходит связывание кислорода к нашей молекуле гема, у нас будет снижаться сродство клонов водорода и CO2. То есть это то, что будет происходить у нас в составе капилляров, которые будут окружать легкие. Прицепляем кислород, высвобождаем углекислый газ. Так называемый известный эффект Халдейна. Обратный эффект, эффект Бора. Когда у нас много протонов, им нужно в этой области высвободить кислород. И это как раз области, где у нас в тканях недостаточно кислорода. Вот они такие два антагонистичных процесса и будут работать, передавая кислород туда-сюда. Итак, если мы с вами находимся на определенной глубине, у нас есть некоторое общее давление, которое оказывается на наше легкие тело в целом. Например, слева на картинке вы можете видеть общее такое сильное давление, которое приходится на кислород и азот на определенных глубинах. Далее, есть давление газов, жидкость их тела и так далее. Есть разница в виде тысячи миллиметров ртутного столба, что вполне себе регулируемо. И есть цикл перетекания газов из одной области в другую. Однако, если мы с вами резко будем всплывать наверх из глубины, такая называемая внезапная декомпрессия, у нас будет гораздо сильнее разница между вот этими газами, которые у нас будут находиться в составе тела, и газами, которые будут в принципе вокруг нас, давление снаружи тела. Мы всплыли на поверхность, убрали вот это давление, 760 миллиметров ртутного столба, это мы вообще выплыли. И дальше вот эти газы начнут выходить из жидкости и тканей тела. Ну и, собственно, тут есть еще один такой любопытный механизм, который работает тоже внутри эритроцитов. Это так называемый шунт рапорта. И он будет работать, когда у нас наблюдаются гипоксические состояния, и парциальное давление кислорода будет расти вправо. Вот он будет активироваться и способствовать тоже тому, чтобы отдавался кислород. Итак, почему кислород вреден на глубине? Если он будет поддаваться под этим большим давлением, и у нас будут возникать микроразрывы, есть также шанс формирования еще и активных форм кислорода, так называемых роз. Они будут, в свою очередь, повреждать клеточные мембраны, способствовать раскладыванию, разложению всяких таких молекул, как ДНК, сахара, то бишь углеводы, белки и так далее. И все это будет приводить к тому, что фактически все, что имеется в клетке, оно будет постепенно разрушаться. Есть активные формы кислорода, есть активные формы еще азота, которые тоже могут здесь играть определенную роль. Если говорить об окислении именно жирных кислот, если чуть-чуть заглянуть поближе в механизм, у нас есть полиненасыщенные жирные кислоты в составе клеточных мембран. Они сами по себе состоят из таких молекул, как фосфолипиды. Это гидрофильный шарик, который рисуют, и два гидрофобных хвостика. И эти гидрофобные хвосты обычно содержат в составе животных клеток вот такие полиненасыщенные жирные кислоты. И когда у нас формируются такие активные формы кислорода на глубине, они начинают разрушать эти фосфолипиды с образованием вот такого диальдегида. А он уже может в свою очередь формировать сшивки между определенными аминокислотами в составе белка, что тоже очень нехорошо. Если рассматривать углекислый газ, мы уже поговорили про кислород, поговорили про азот, а что же с углекислым газом, который все равно есть в составе смеси? Мы никак не можем дышать исключительно чистым кислородом. Сама по себе глубина не будет у нас влиять на процесс образования СО2. И пока у нас будет сохраняться так называемый дыхательный объем, вот сколько литров воздуха будет проходить через наши легкие, пока будет сохраняться альвеолярное давление газа, все будет хорошо. Но в тот момент, когда будет идти рост парциального давления СО2 в составе альвеол, что может происходить, например, при резком погружении и так далее, у нас будет возрастать минутный объем дыхания. То есть дышать мы будем чаще. Это такой вот механизм компенсации для того, чтобы у нас все-таки парциальное давление как-то привести к нормальному виду. Если этот механизм не срабатывает, давление парциальное этого газа будет по-прежнему расти, у нас будет угнетаться дыхательный центр. Потому что наш дыхательный центр будет реагировать на то, сколько углекислого газа у нас здесь присутствует. И как результат, это дыхательный ацидоз, закисление и не срабатывание тех самых буферных систем, которые у нас присутствуют в составе крови. Ну, там всякие симптомы неприятной ацидозы вы можете видеть на слайде, вот ее достаточно много. Для того, чтобы грамотно происходил выход газов, то есть мы там спустились на глубину минус 80 метров с аквалангом, а дальше нам надо потихоньку подниматься. Есть вот такие таблицы, они разработаны уже достаточно давно и зарекомендовали себя как достаточно надежные. То есть, если, например, мы с вами на глубине, вот левый столбик, минус 80, будем проводить 45 минут, это самая нижняя строчка, далее на каждой вот этой глубине, 42, 39, 36, нам нужно провести определенное количество времени, чтобы тот воздух, который нас успел выйти из состава легких, погрузиться в наши жидкости, в наши твердые и более мягкие ткани, он выходил обратно, то есть мы его выдыхали. Иначе, если мы совершим слишком быстрый подъем к поверхности, это все начнет выходить в виде пузырей. Вот, собственно, общее время декомпрессии при дыхании воздухом 9 часов, ну почти ладно, 10 часов, нижняя строчка. То есть, находясь на глубине минус 80, всего лишь 45 минут, наверх нам предстоит всплывать 10 часов. Вот, что накладывает определенные особенности. Да, там на глубине минус 80 метров у нас в состав вообще наших тканей выходит около 8-9 литров воздуха. Его надо вот так вот постепенно будет убирать из-за разницы парциальных давлений. Вот, поэтому придумали всякие интересные способы для того, чтобы водолазы жили на глубине и не поднимались в какой-то весьма продолжительный период времени, пока они не закончат работу. Иначе не спускаются, 45 минут работают, а потом 10 часов поднимаются, в общем-то, рабочий день закончился. Так работает плохо. Вот, собственно, здесь еще разочек показано, что при быстрой потере глубины у водолаза азот будет выходить в виде пузырей. Ну и на самом деле не только азот, кислород тоже и углекислый газ, потому что мы резко будем сбрасывать давление, а давление газов в составе наших тканей будет очень высоким. Если все-таки почему-то дайвер или водолаз по каким-то причинам поднимается вот так вот резко, ну, может быть, изменяются какие-то условия и так далее, он получает декомпрессионную болезнь. И для того, чтобы вот эти газы не начали выходить просто каким-то естественным образом и даже закупоривать сосуды и так далее, что в принципе может происходить, его быстренько перемещают в барокамеру. И там в составе барокамеры создают условия, с которых поднялся наш аквалангист, и таким образом выравнивают парциальное давление, дальше его постепенно будут поднимать. Помимо этого, сегодня всякие медицинские барокамеры также используются для лечения различных таких заболеваний, как газовая гангрена. Есть такие не очень приятные бактерии клостриди, которые, попадая в определенную область анаэробную, начинают очень активно размножаться и провоцировать некроз тканей. Отравление угарным газом тоже очень помогает здесь барокамера, остеомелит, заболевание костей и инфаркт миокарда. Маргарита, боюсь перебивать, но меня беспокоит, что мы всего лишь в середине презентации, а прошло уже больше часа. Мы все успеем, там дальше полегче. Тут были механизмы, да, мы обязательно уложимся в заявленные сроки. Если разговаривать о фридайвинге, у нас есть вот такие вот интересные показатели, там жизненный объем легких, резервный объем вдоха, выдоха, дыхательный объем и так далее. В общем, если мы это все сложим, то наш жизненный объем около пяти литров, если у вас большая широкая грудная клетка, то около шести. Я не нашла, чтобы это было какое-то прям супер научное экспериментальное исследование, но можно посмотреть по ссылке. Там проводили исследование просто спортсменов, которые в бассейне плавали фридайвингом, ну не который глубоководный, а который горизонтально плавается, но на расстоянии. И было обнаружено, что у людей, которые плавают достаточно успешно, жизненная емкость легких достигает где-то 8 литров. То есть она прям значимо достоверно вырастает. Ну и есть определенные такие особенности у некоторых фридайверов, которые ныряют, так называемых, прям действительно на большие глубины. У них есть некоторые виды изменений сердечной мышцы, что было также обнаружено. Итак, это, конечно же, напрямую еще относится и к состояниям гипоксии, которые мы слегка обсудим, когда будем разговаривать про горы. Итак, у нас есть дыхательный центр, который располагается в составе продолговатого мозга и частично в составе воролиевого моста. Это те части, которые прям напрямую контактируют с нашим спинным мозгом. И туда, в эти зоны, у нас будут приходить информационные всякие сигналы от периферических хеморецепторов, которые будут реагировать на снижение кислорода, увеличение углекислого газа и так далее. От центральных хеморецепторов, которые тоже будут реагировать, например, на повышение углекислого газа. Это информация от рецепторов на наших мышцах, связках и так далее. И также у нас есть механо-рецепторы, которые будут реагировать на степень растяжения, например, наших легких. В общем, дыхательный центр, который у нас является полуавтоматическим, потому что если мы захотим, мы запустим самостоятельное дыхательное движение. Собственно, этот центр реагирует в первую очередь на снижение количества углекислого газа и уже во вторую очередь на кислород. Как же выглядят вот эти периферические барорецепторы и хеморецепторы? Есть у нас такие зоны, как артальные тельца около главного нашего центрального сосуда, с которым начинается большой круг кровообращения. И есть каротидные тельца, которые располагаются в разделении общей сонной артерии на внутреннюю и внешнюю. Так называемая зона бифуркации. И там как раз-таки располагаются вот эти немалоизвестные сенсоры, которые реагируют, во-первых, на степень растяжения, например, сосуда, а во-вторых, на количество там циркулирующего углекислого газа. И там стрелочка показана, как оно в действительности выглядит. Итак, было отмечено в ряде работ что вот эти вот определенные клетки в составе каротидных синусов, артальных тельц, они способны реагировать на гипоксию, на ацидоз, на наличие лактата. В общем, все те сигналы, которые мы с вами будем получать в состоянии гипоксии, когда кислорода очень мало. Ну и это может быть, например, результатом разницы давлений. Уровень лактата. Вот это очень интересная такая особенность, что у даже профессиональных фридайверов при погружениях и так далее на одном дыхании наблюдается значительное накопление лактата. Лактат — это тот агент, который у нас будет являться результатом отсутствия кислорода. То есть в анаэробных условиях у нас после одного такого длительного метаболического процесса будет получаться не пировиноградная кислота, а лактат, и он будет накапливаться. А ряд животных, которые действительно плавают уже многие-многие сотни лет, у них лактат не накапливается. Например, вот такие чудесные тюлени. Так что есть шанс, что люди, которые будут плавать так долго на протяжении жизни, может быть, через многие-многие годы приобретут такую интересную способность. Вот. И еще такое любопытное исследование, оно действительно доказано, показано, что в селезенке содержится определенный пул крови, как в принципе в коже и печени, но эта селезенка имеет способность сокращаться достаточно быстро при погружениях. Например, через как раз-таки фридайвинг. Происходит это в течение нескольких минут. Она действительно физически сжимается, но в том числе за счет высокого окружающего давления. И та кровь, которая запасена в этих многочисленных синусоидах, она будет содержать большое количество гематокрита, большое количество вот этих вот красных клеток крови с гемоглобином. Все это будет выбрасываться в кровь и, в общем, давать преимущество дайверам. В общем, у коренных жителей, которые на определенных территориях ныряют всю свою жизнь, тоже была найдена такая особенность. Ну и последнее, крайнее состояние, которое мы сегодня с вами обсудим, это количество кислорода, а точнее пониженное количество кислорода или состояние гипоксии. Есть у нас зоны, в том числе и, например, зоны Кавказа и так далее. Низкогорья до 1000 метров. Мы сейчас находимся, наверное, с вами около 100 или ниже. Есть зоны Среднегория, есть зоны Высокогория. И есть соответствующие жители, которые проживают, например, на 4-4,5 тысячах. Что же происходит? Когда мы поднимаемся, наоборот, наверх, это, конечно же, опять изменения, некоторые связанные с воздухом. То есть как бы в целом концентрация кислорода, углекислого газа такая же, но воздух более разреженный, и в результате нам приходится вдыхать большее количество, большее количество, большее объем воздуха, для того, чтобы насытить ткани организма. Получается, что какие бы мы процессы здесь не запускали, то где-нибудь на высоте 6-7 тысяч, если вы найдете эту строчку, барометрическое давление, атмосферное давление будет снижаться, процент вдыхаемого кислорода, условно, относительно уровня моря, будет составлять меньше 50%. И что же с этим делать? Как же с этим жить? В общем, когда-то давным-давно, еще в начале прошлого века, многочисленные ученые задались этим вопросом. Началось устройство освоения различных лабораторий, станций. 1920 год была организована экспедиция, вот такая прям научная в Гималаях. 1960-й и так далее. Действительно создавали вот такие постройки и наблюдали, что происходит с составом крови, с оксигенацией и так далее. Итак, что сегодня известно? Если мы с вами приезжаем, например, в какую-то зону высокогорье, выше 3000 метров, у нас включаются следующие процессы. Сначала наступает острая гипоксия, затем у нас идет хроническая гипоксия. Ну а если мы там живем в течение многих-многих лет, то идет состояние адаптации. Что же будет происходить в первые минуты? Давайте представим, что вы решили посетить прекрасное чудесное при Эльбрусе и подняться на канатке на Чигет или на Эльбрус. А это уже выше 3000 метров. Итак, в первые минуты у вас будет увеличиваться частота сердечных сокращений, потому что как-то нужно все равно насыщать ткани нашего организма кислородом. Ну, частота сердечных сокращений, это, конечно, чудесно. А кислорода-то все равно мало и не хватает. Дальше будет запускаться механизм так называемой гипервентиляции. Гипервентиляция — это когда мы с вами будем дышать часто и достаточно глубоко. Вот. Затем, если мы решим пожить на такой высоте, у нас будет наблюдаться увеличение количества гемоглобина, увеличение плотности капиллярной сеточки спустя 2-3 месяца проживания на такой высоте. Ну и, в принципе, все. Больше мы ничего сделать не можем. В течение адаптации, которая будет происходить многие-многие года, будут наблюдаться уже совершенно другие механизмы. Тем не менее, если мы с вами посмотрим на вот такие столбики графиков, 8В будут обозначать у нас, 8W, 8В — это 8 недель проживания на какой-то высоте при определенных вот таких вот давлениях. И крайний столбик справа будет обозначать каких-то местных жителей, ну, например, шерпов, которые там живут на территории Непала. И вы можете наблюдать, что все равно показатели очень разные, причем гемоглобин здесь особую роль играть не будет. То есть у нас, например, это такой компенсаторный механизм для того, чтобы мы, жители равнин, смогли каким-то образом хорошо себя чувствовать на высоте, в то время как у них просто другое соотношение парциальных газов изначально. Ну и, собственно, будут происходить определенные изменения давления. На правом графике вы можете наблюдать давление, которое мы имеем, 760 мм ртутного столба на уровне моря, и 5800 мм у нас давление дропается примерно как раз-таки наполовину. При этом кривые там всякие выглядят плюс-минус одинаково, а вот именно начальная точка, она совершенно разная по парциальному давлению. Соответственно, как-то нужно запускать определенные механизмы. И как раз-таки во время острой гипоксии будет изменяться работа вот этих самых каротидных телец в том числе. Они будут реагировать и передавать определенную частоту сигнала в наш головной мозг. Головной мозг будет понимать, что что-то работает не так, и будут запускаться дальнейшие механизмы. Например, вот такой более отставленный во времени активный эритропоэс. Эритропоэс — это когда мы берем и формируем в клетках нашего организма новые красные клетки крови. Что же здесь может происходить? В ответ, в принципе, на гипоксию есть вот такой hypoxia-induced factor HIF1-2, который в норме при наличии кислорода будет просто деградировать, так называемая реакция убеквитинирования, отправляться на деградацию, и все не будет выполнять никаких действий. Когда же кислорода не хватает, кислород снижен в тканях, и этот фактор начинает работать и запускает вторично, например, вот фактор, который будет уже запускать эритропоэс и соответствующие другие любопытные вещи. Что было обнаружено у людей, которые, например, достаточно долго ходят в горы? Слева вы можете видеть нормоксию, это мы с вами, а справа мы будем наблюдать такую пролонгированную гипоксию, которая длится месяцами. Будет происходить, во-первых, изменение объемов в составе сердца, изменение давлений. То есть будет у нас падать давление, например, в составе правого предсердия, правого, левого предсердия, ну и изменятся объемы в составе желудочков. Также, помимо этого, в одном из исследований было показано, что даже у людей, которые годами проживают на определенных таких зонах высокогорья, могут меняться определенные ориентации сердца в пространстве. Конечно же, будет идти перераспределение плазмы крови и гематокрита. Слева опять мы с вами, 48 мл на килограмм у нас просто обычной жидкости, 35 мл на килограмм — это сколько у нас красных клеток крови. Когда у нас будет какая-то пролонгированная гипоксия, поживем мы 10-14 дней на высокогорье, у нас будет снижаться количество жидкой составляющей в тканях, ну и в соответствии с этим как будто бы будет расти количество клеток. Ну а если мы говорим о более длительных таких гипоксических состояниях, то будет происходить, в принципе, увеличение вот такого гематокрита по отношению к остальным объемам. Ну и, конечно же, история про адаптацию. Собственно, ученым было уж очень интересно, как же все-таки работают организмы тех, кто проживает в зонах высокогорье. Была опубликована не одна даже серия статей, посвященных вот такой вот штуке, как ЕПАС-1. И ЕПАС-1, он напрямую как раз связан с тем, как запускается и активируется ответ на гипоксию. И, в общем-то, это как раз история про гены. Ну а то, что не очень правдоподобно, и так немножечко развеять мифы хотелось бы. Я нашла ряд статей, которые показывали всякие красивые МРТ-фотографии, но все-таки в единичных случаях для людей, которые находились на высоте. Что там, например, снижается объем моторной коры, была вот такая публикация. Что изменяются, так называемые, определенные пулы в составе головного мозга, где накапливается кровь, и даже есть критикальные изменения и так далее. Ну и что вот эти вот как будто бы пятнышки говорят о какой-то циркуляции там жидкости. Ну, скажем так, я не очень в это все поверила, но, тем не менее, такие статьи присутствуют, и вот даже как будто бы на этих пятнах что-то можно наблюдать на единичных пациентах. Мышцы. Есть распространенное мнение, что когда человек находится в гипоксических состояниях, происходит такой ангиоадаптивный ответ в виде роста сосудистой сеточки вокруг мышечной ткани. Даже несколько исследований это сказали. Сейчас, назад. Но мне понравилась вот эта вот обзорная статья. Что такое вот прям большие обзорные статьи? Собираются данные из первичных научных исследований и смотрят, что в действительности происходит. Ну, тут, в общем, исследования проходили не только на людях, но и на мышках. И половина из исследований показывает какой-то ответ, а другая половина исследований не показывает никакого ответа. В общем, здесь все еще сохраняются вопросы, что же происходит с мышцами и капиллярной сеточкой на самом деле. Ну, а другие факторы, это, конечно же, другая занимательная история. И я думаю, что вы немножечко утомились. Поэтому немножечко расскажу вам такое лирическое отступление, зачем все это делается. Если мы с вами говорим, например, о пещерах. Зачем людям лезть в пещеры? Ну, я там понимаю, мне, например, захотелось каким-то образом разнообразить свой отпуск. Но на самом деле для ученых и для науки в целом и для каких-то других отраслей, во-первых, на территории многих пещер сегодня обнаружено достаточно большое количество новых видов. Фактически каждый год каждый какой-то новый вид там открывается. Плюс новые геологические образования, исследования пород и вот такая геологическая летопись земного шара. Картирование местности, потому что иногда оказывается, что территория, на которой мы хотим что-то построить, там под ней могут быть вот такие достаточно крупные какие-то пустоты, что также не очень выгодно. Плюс исследование климата, конечно же, потому что горные породы, они изменялись в течение времени. Ну и физиология самого человека. Первое исследование того, как отсутствие циркадных ритмов, вот этих вот смены дня и ночи, как замкнутое пространство, одно и то же, одна и та же группа людей влияют на состояние человека. Это очень интересно с точки зрения того, чтобы потом этих же людей отправить в космос. Так что такая вот имитация получается очень любопытная и правдоподобная. Ну, в общем, подтверждение того, что виды открываются, причем тут огромное количество авторов из Японии. Зачем еще? Был такой любопытный доктор Коган, который еще в 1842 году предположил, что из-за того, что нет перепадов температур и практически нет перепадов влажности и так далее в пещерах, их можно использовать как некоторые такие стационарные точки для того, чтобы построить какие-то там медицинские учреждения. Ну, в принципе, идея неплохая, ну, с одним но. Тогда источником света являлась какая-нибудь горелка, вот, и все пациенты практически тогда, в общем, угорели от этих самых горелок. Вот, но в действительности в пещерах у нас стационарная климатическая зона, которая не меняется. Вот, помимо этого, есть вот такой любопытный проект. Я все жду, когда они выложат результаты, жду не первый год, на самом деле, результатов еще нет. Отправили некоторую такую группу волонтеров, тут они вот стоят, они уже вышли в очках, в пещеру, и им не говорили ни время, ни сутки, ничего. И смотрели, что будет происходить с циклами человека, вот в таких вот условиях, когда нету внешних ориентиров. В общем-то, там обнаружили, что цикл растягивается с 24 часов со временем на 48. Ну, и всякие другие любопытные особенности, наверное, там все-таки были. Но пока секретов они не раскрывают. У нас на территории, ну, скажем так, у нас очень много спелеологов, спелеологических клубов, которые выезжают на разные пещеры. Вот есть территория Абхазии с самыми крупными пещерами, которые следуются, и группы спелеологов постоянно, например, спелеоклуб МГУ посещают вот такие любопытные пещеры, открывают все новые и новые рекорды и картографируют их. Зачем еще? Есть целые такие адаптационные институты на территории Европы, которые изучают, что происходит с физиологией человека, потому что уж очень интересно, в каких еще условиях мы сможем жить, если вдруг куда-нибудь, когда-нибудь полетим. И, в общем, они этим активно занимаются. Это и зона тропиков, и пустынь, и высокогорье, и вот этот же, кстати, адаптационный институт приезжал куда-то к нам на территорию Сибири с участниками. В общем, тоже такая любопытная история. Зачем еще ходить, например, наверх? Исследование ледников климата. Это очень интересная модельная история для того, чтобы исследовать дыхательную систему. Опять-таки, в определенных зонах Высококорья свое интересное биоразнообразие. В общем, биологи туда, например, тоже ходят. Ну и есть люди, которые там проживают. Туризм, спорт, ну и так далее. Если говорить про погружение тоже. Зачем вот эта вся история? Огромные неисследованные территории океанов. Это еще и морская биология. Археология, геология, исследование состава воды, загрязнений, картирование и, конечно же, климат плюс со всякими такими интересными активностями. И, конечно же, технический дайвинг, когда выполняется обслуживание таких вот подводных всяких вещей. Чтобы Вы мне поверили, что в действительности научные исследования тоже ведутся. Привожу Вам тут обложки. Nature и Science Advanced – это, в общем, одни из самых таких тоже репрезентативных журналов. Ну и на этом все. Спасибо большое за Ваше внимание. Надеюсь, что Вам было полезно и интересно. Так, а теперь у нас наступает период вопросов. Поэтому поднимайте руки. Я подойду, дам микрофон. Ну, а Маргарите надо будет запоминать самые интересные из них, чтобы потом вручить книжки. Так, найду, начну оттуда. Здравствуйте, спасибо за лекцию. А что будет, если дышать 100% кислородом? Спасибо большое за Ваш вопрос и теплый отзыв. А что будет, если мы будем дышать чистым кислородом? На самом деле, им периодически дышат в состояниях очень сильной гипоксии. Но там должно быть низкое давление. То есть не должно быть прям сильной подачи, как, например, у аквалангистов. Иначе у нас просто порвется капиллярная сеточка, которая будет окутывать легкие. Ну, чистый кислород или с минимальными какими-то примесями в терапевтических целях, в принципе, может использоваться. Но без давления. Я присоединяюсь к благодарностям за лекцию. И у меня два связанных вопроса в одном. Когда Вы говорили про Вима Хоффа и других реконсменов, которые живут во льдах, мне стало интересно, есть ли аналогичные рекорды, но сделанные при очень высоких температурах. И видели ли Вы такие, когда Вы искали информацию? А второй вопрос. Как думаете, у выживания и деятельности человека при экстремально высоких температурах вообще есть какой-нибудь потенциал в качестве вида спорта? Как мы видели, он существует у пребывания во льдах при экстремально низких температурах. Спасибо большое, очень интересные вопросы. По поводу экстремальных высоких температур. Я нашла, ну и знаю, что существуют некоторые соревнования, которые проводятся на территории пустыни и так далее. Это тоже всякие беговые марафоны, они есть. Есть, там тоже ставятся рекорды. Единственный момент, я вот с точки зрения физиологии не до конца понимаю, как они могут регулировать свой водно-солевой баланс. Потому что, когда мы с Вами бежим в принципе, мы потеем. У нас идет активное потоотделение. Когда мы бежим при высоких температурах, это и потоотделение, и теплодача, и так далее. И это очень сильные потери влаги. Вот в принципе, как происходит изменение метаболизма, его переключение, это отдельная очень интересная история, которую я буду в дальнейшем тоже рассматривать и изучать. А по поводу… Напомните второй вопрос, пожалуйста. Формулировку. Потенциал. Есть ли у выживания в высоких температурах какой-либо спортивный потенциал, как он существует у пребывания во льдах? У меня у самой не очень четко сформулирован в голове этот вопрос, но я вижу, что есть рекорды при экстремально низких температурах. И думаю, а можно ли сделать то же самое, но наоборот, при высокой температуре? Конечно, безусловно, есть и люди, которые хотят писать свои имена в книгу рекордов Гиннесса и других рекордов как раз таки. Но с точки зрения, например, такой вот жизни, где еще у нас могут быть такие повышенные температуры, на самом деле любопытно посмотреть, потому что повышенные температуры бывают у тех людей, которые, например, сидят очень долго на всяких установках и двигаться не могут, и это прям высокие температурные условия, и нужно еще что-то при этом как-то работать. Вот я не знаю, у меня, например, ассоциация идет, что есть очень теплые дни в Москве, есть люди, которые работают на кране. Им деться некуда. Им надо работать и, соответственно, выполнять какие-то действия, и там все нагревается очень сильно, вот в этой вот кабинке, например. И что там происходит, как человек вообще работает в таких условиях, хороший вопрос. То есть тут можно в эту сторону посмотреть. Есть другие специальности, в которых тоже может очень сильно возрастать вот так температура. Ну и плюс, конечно же, космонавты, когда они проходят пробоподготовку и так далее, физическую подготовку, у них есть тест на как раз таки устойчивость к теплу. Их помещают в условия очень высоких температур и смотрят, как у них реализуются терморегуляции. В том числе. Вот есть спорт, ну такой очень условный спорт, когда люди просто соревнуются, кто дольше просидит в сауне, и нередко это заканчивается летальным исходом. В том числе. Ну, каждое соревнование такое. И ожогами обширными. Поэтому такое себе. Спасибо. У меня есть вопрос. Это про вот этот вот эксперимент с пещерой, в которой сместился цикл с 24 суток на 28-часовой. И просто, по-моему, я еще до эксперимента с пещерой слышала это как в качестве слухов, что якобы, когда люди, теряя ориентацию, ну, во времени, находясь в бункере, где-нибудь в закрытом помещении под землей, типа аналога пещеры, то же самое происходило. Только это ходило на уровне слухов, и я даже видела, что люди это обсуждали, типа правда это или нет. И что, решили эксперимент поставить, получается, и убедились, что это правда. И просто тогда люди, когда это было еще на уровне слухов, думали, что вот, ну, там теории все такие были странные, типа вот, а может просто в прошлом у Земли было какое-нибудь другое положение, и это из-за этого, или люди как-то по-другому адаптированы были, или это просто баг какой-то в психике. И если жить в пещере, реально вот что-то такое происходит. И люди еще тогда обсуждали пещерных людей. И мне кажется, это имеет смысл. Мне вот интересно, это вообще имеет хоть какой-то смысл, собственно? То есть может ли это быть связано с жизнью в пещерах, или с иным положением Земли как-то в прошлом, или с чем-то таким? Или это просто какая-то ошибка мозга, скорее всего? То есть просто не имеет смысла? Нет, ну тут работают различные механизмы, когда мы с вами просыпаемся, или когда мы с вами засыпаем, очень хороший вопрос. У нас же есть стандартные циркадные ритмы, там даже есть белки, которые называются клок, и все это работает на основе того, что мы воспринимаем свет. А тут было интересно посмотреть, а что будет, если мы не воспринимаем естественный свет? Как будет перестраиваться наш внутренний биологический ритм в ответ на отсутствие внешнего светового стимула? И это уже важно, когда мы говорим, например, о полетах в космос, таких вот долгосрочных, где у нас нету ритмов. Вот как это будет работать? Ну и там другие условия в виде замкнутости и нахождения в определенной группе длительный срок. Ну, очевидно, получается, дело в отсутствии дневного света, да? Да. Это как один из факторов, который у нас как раз запускает все вот эти связанные цирки. А почему тогда нарушается она именно на 24, на 28, на 48? Почему на что-то вот такое? Хороший вопрос. Почему там ни на что-нибудь вообще? Тут ответа пока нету. Это действительно очень интересный вопрос. Почему он вообще не полетит куда-нибудь? Ну да. Ладно. Я надеюсь, что я постаралась поподробнее ответить на ваши вопросы. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Вот буквально недавно я слышала о том, что, например, высокогорные или среднегорные подъемы полезны для детей с, например, различными синдромами, вроде синдрома Дауна или при расстройствах аутистического спектра. Вы можете что-нибудь об этом рассказать? Именно привязку к расстройствам аутистического спектра, наверное, нет. А то, что среднегорье полезно, это да. Потому что здесь идет речь о запуске вот тех самых процессов, что у нас, во-первых, это такая минимальная гипоксия, которой, в принципе, любой человек может привыкнуть с течением времени. И если вы вспомните, очень много санаториев у нас располагается в зоне среднегорья. Там запускаются регенеративные процессы, о них мы не говорили, всякие для мышц, для белков в том числе и так далее. Обновление белков и рост митохондрии внутри самих клеток. И там определенные процессы. Как с аутизмом это связано, я таких исследований не видела, не наблюдала. Но в целом это положительный эффект, потому что идет обновление и увеличение регенераторного потенциала. Добрый вечер. Благодарю вас за лекцию. Подскажите, пожалуйста, что вам известно о современных разработках в области фармакологической защиты от перечисленных вами факторов? Именно о современных. И есть ли что-то известно? Это решение на базе классической фармакологии или же больше задел для генной терапии? Ух ты, какой интересный вопрос. Вы знаете, я с этой стороны не смотрела именно какие-то статьи и так далее, но я знаю, что есть определенные препараты, например, способствующие тому, чтобы запустить ретропоэс, если мы говорим о каких-то таких условиях, плюс всякие условия допинга. Если мы говорим о соревнованиях, участиях, ну вот такое отдаленное. То, что можно вывести по логике. Есть препараты, которые, например, способствуют улавливанию кислорода гемоглобином. А на уровне таком вот прям подробно я не расскажу. Не смотрела туда пока что еще. Спасибо большое за мысль. Меня прям заинтересовало. Буду смотреть. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Меня зовут Андрей. У меня, естественно, научный бэкграунд. Я тоже учился, и у нас в университете была физиология. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый. Какие еще источники энергии существуют в организме, помимо АТФ? Ну вот как организм может получать энергию? А второй вопрос, он немножко другой. Вот лекция про экстремальные виды спорта, точнее, как экстремальные виды деятельности, но это в основном может быть спорт. Скажите, что вы думаете, что вы знаете о том, какое влияние оказывают экстремальные виды деятельности на внимание человека с нейробиологической точки зрения, на то, как воспринимается расстояние, пространство? И самое интересное, как это может влиять на повседневную жизнь человека? Иными словами, чем профессиональный спортсмен, экстремал, мотогонщик, лыжник, фрискир, я имею в виду, который быстро едет, гонщик Формулы-1 и так далее, отличается от человека, у которого не так активно задействован вот этот гормональный комплекс адреналин и так далее. Вот два вопроса, спасибо. Спасибо большое, очень интересные вопросы. По поводу энергии. Ну, АТФ — это просто то, что у всех на слуху, но ту же самую молекулу АТФ мы можем видеть не в виде молекулы АТФ, ГТФ, УТФ и так далее. То есть любое другое азотистое основание берем, и тоже у нас получается какая-то молекула с остатками фосфорной кислоты. Вот, примерно так. Так, саму молекулу АТФ мы тоже можем получать разными путями. Есть гликолиз, есть окислительное пасплирирование, это электрон-транспортная цепь митохондрий. Можно получать через липолиз, через расщепление вот этих самых жирных кислот, через другие вот такие опорные метаболические пути, даже через расщепление белков. Но это совсем патологический процесс, который не происходит, если в общих словах. А по поводу того, какая нейробиология в таких экстремальных условиях, очень интересный вопрос. Если мы говорим с вами о гонщиках Формулы-1, если думать в этом направлении, то есть такой эффект, как перегрузка кратковременной памяти, в том числе, и перегрузка таламуса, потому что у нас идет очень много однообразных сенсорных сигналов. Они же примерно катают одну и ту же трассу. И на мой взгляд, мне кажется, что у них идет немножко другое перераспределение нейромедиаторов. Но надо посмотреть. А из того, что я слышала, например, и знаю точно по статьям по поводу гор, в действительности брали и сравнивали работоспособность коренных жителей, например, тех же самых Шерп, работоспособность и физическая, потому что она все равно с мозга начинается, и ментальная. И взять даже акклиматизированного человека, который пожил два месяца в горах. Вот у коренного населения работоспособность 80% при какой-то нагрузке в течение часа, 80-90, а у акклиматизированного будет всего лишь 50-60. И это касается и физической деятельности, и ментальной деятельности. Вот то, что я как раз нашла вот в этих источниках. Примерно так. Спасибо большое за ответ. Я бы хотел уточнить, что в этой лекции, как мне показалось, речь больше идет об экстремальных условиях, например, как фридавинг. А в моем вопросе мне интересно узнать об экстремальной виды деятельности, то есть когда организм воспринимает условия как экстремальные, как нестандартные, на которые нужно реагировать именно в плоскости внимания. В любом случае, спасибо за вопрос. Мне вот интересно было ваше мнение, что вы какие-то статьи, ну вот как ученые, можете подсказать. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересные вопросы. Здравствуйте. 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 Спасибо большое. Было очень интересно. А у меня такой вопрос. Вы когда рассказывали про прогружение, вы упомянули азотный наркоз, да? Скажите, пожалуйста, а вот связано ли это веление с тем, что многие фридайверы, в общем, любят это дело, любят погружаться и хотят погружаться все глубже и глубже, в общем, есть ли какая-то корреляция? В принципе, может быть, что толкает людей. Это достаточно опасно. Я просто с ужасом на это смотрю. Спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос. Азотный наркоз на самом деле не возникает у фридайверов. Он возникает у дайверов, которые ныряют с аквалангом, потому что там мы будем вдыхать, когда ныряем с аквалангом, как раз-таки под высоким парциальным давлением вот этот самый азот, и он имеет свойство прям накапливаться в больших количествах, даже гораздо больших, чем если говорить о фридайвере. Фридайвер не находится долго в одной и той же плоскости, то есть он ныряет и идет наверх. То есть вот этот процесс достаточно быстрый. А дайвер это делает долго, и у него как раз больше возможностей, больше шансов словить вот такое наркотическое состояние. Но тут есть особенность. Фридайвер, особенно когда мы говорим об экстремальных глубинах, ныряет один, и это одно ментальное состояние. Там темно, холодно, у них надет фонарик, и как бы их только веревочка там и показывает, куда им плыть. А аквалангисты, они, как правило, в единичном экземпляре не ныряют. Есть напарник, который будет следить за тем, чтобы все было в порядке. Вот эти вот знаки «Окей», «Окей» или «Не окей». Плюс, если мы говорим о водолазных работах, когда там шланг подсоединяется, прям электричество и так далее, там водолаз выполняет какие-то подводные работы долго, там оператор обязательно отслеживает ментальное состояние, чуть ли не каждые 10 минут, смотрит, чтобы не было. Так что мне кажется, что не совсем это все коррелирует, но вопросы очень интересные. Спасибо большое. У меня два вопроса будет. Первый. Маргарита, подскажите, пожалуйста, возможно ли физиологически дыхание человеком не газовой смесью, а жидкостной? Отличный вопрос. Есть категории исследований, которые немножко закрыты, особенно со времен СССР. Я точно знаю, что есть определенные техники заполнения легких жидкостью, но это не когда человек находится в сознании. Для того, чтобы поддержать работоспособность легких, пока у человека выполняются какие-то там вмешательства и так далее. А если говорить о, например, замене полной нашей обычной стандартной кровью какой-то жидкостью, которая обладает большим сродством кислорода и так далее, тоже были такие исследования, но найти их не так просто. Понятно. Спасибо. И второй вопрос. Как вы применяете свои знания при климатизации в горах? Спасибо. Очень хороший вопрос. Я знаю точно, что работает система. Если мы поднимаемся в горы, есть два способа, как можно подниматься. Можно подниматься вверх-вниз, вот эта вот пила вверх-вниз. И эта система работает достаточно хорошо. Но первая система, которая была, насколько мне известно, это система, когда мы поднимаемся, нам плохо, мы сидим долго в палатке, вроде бы как стало получше, поднимаемся выше и не спускаемся вниз. В момент, когда мы спускаемся, с точки зрения физиологии, мы действительно восстанавливаем наш организм, мы увеличиваем парциальное давление кислорода, убираем вот этот эффект гипоксии, при этом сохраняя другие адаптивные вещи, как у нас работает дыхательная система, как перестраивается работа сердечно-сосудистой системы и так далее. По мере возможности стараюсь применять. То есть пила нужна? Пила нужна. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, есть возможность применять это в случае, если у кого-то там будет рядом гипоксия. Вот в таком случае. Тоже, несомненно. Так, Лаза. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. Меня заинтересовала картинка в начале вашей лекции, где был нарисован перец, когда вы говорили про терморецепторы. Вот почему мы иногда так интересно чувствуем от одних химических веществ, как будто это горячо, как жгучий перец, а от других, как ментол, что это холодно. Да, совершенно чудесный вопрос. Ученые тоже сдавались им. И как выяснилось, вот эти самые каналы, они есть не только на термочувствительности, они есть и на вкусовой чувствительности в том числе. Поэтому они таким синонимичным образом переплетаются. И, собственно, такой эффект и есть, что когда мы будем есть такой жгучий перец, мы будем ощущать еще и термовоздействие некоторое. В том числе из-за этих рецепторов. Спасибо большое. Да, но здесь в противоположности, если есть мяту, то будет наоборот охлаждающий. Да. Так, давайте два вопроса, потому что мы по три. Три вопроса, и на этом будем заканчивать, потому что время уже почти девять. Здравствуйте. Я хотела спросить. Все, я здесь. Здравствуйте. Вот здесь мы больше говорили о внешних факторах, давления, температуры и так далее. Мне стало интересно, кстати, картинка тоже меня натолкнула из-за перца. Там был капсаицин, и, как известно сейчас оказалось, что реакция на острое — это реакция на боль. И в связи с этим у меня первый вопрос возник. Может ли какая-то совокупность всех этих факторов, температура, давление, отсутствие кислорода, вызывать ощущение боли, и может ли это являться фактором, к которому тоже надо адаптироваться? Это первый вопрос. А второй, ну, больше психологический. Например, нахождение в пещере, какая-то клаустрофобия, закрытое пространство, или погружение на глубину, это темнота. То есть вот такие вот вещи, которые вызывают у людей страх, это может ли тоже являться фактором, и как это влияет на организм? Может ли это считаться каким-то экстремальным условием, к которым надо готовиться? Спасибо большое, очень интересные вопросы. По поводу боли и сочетания с другими сенсорными сигналами. Сейчас есть теория, что каждый гиперинтенсивный сигнал фактически даст нам ощущение боли. То есть когда у нас, например, будет очень сильное какое-то термовоздействие, мы тоже будем ощущать боль. И тут вот как раз есть подтверждённая связка в виде того, что на ноцецепторах тоже сидят вот эти терморецепторы, которые запускают болевую чувствительность. Плюс термо- и болевая чувствительность вместе проводятся в составе одного пути наверх туда. Если мы говорим о каких-то сильных механических воздействиях, вот вы будете очень сильно, например, давить на стол, то в какой-то момент на угол стола вы тоже будете ощущать боль, потому что есть гиперинтенсивный сигнал. Также засветка созрения. Будет тоже неприятное ощущение на сетчатке, например. Да, есть обязательно между ними связка. Но вот как именно работает это на молекулярном уровне, пока не очень понятно. Ну, то есть я не нашла данных таких. По поводу ментального состояния, да, оно может оказывать, конечно, прямое воздействие, и, как правило, отрицательное. Потому что когда мы чувствуем себя некомфортно, условия темноты, клаустрофобия, боязнь высоты, у нас активируется непроизвольно симпатическая нервная система. А это адреналин. Адреналин сужает сосуды в определённых областях. И ещё ряд факторов оказывает. И как результат мы имеем гораздо более худшие физические показатели. Поэтому те, кто ходят туда на глубину, они, конечно, готовятся ментально. Те, кто ходят в пещеры, это должна быть тоже определённая ментальная стабильность. Человек с клаустрофобией, ну, как бы, вряд ли он пойдёт в пещеру Верёвкина на минус 2000 метров. Вот. Ну и так далее. То есть тут нужно грамотно взвешивать и понимать определённые риски, связанные в том числе с ментальным здоровьем. Спасибо. Так что всё связано. Спасибо большое. Спасибо большое за интересный доклад и такой вот правильно структурированный. У меня получается вопрос. На 47-м слайде, а также на 58-м слайде были такие вот интересные графики. У вас на 47-м, значит, изменение жизненного объёма лёгких в результате пролонгации фридайвинга. На 58-м примерно то же самое, но с молочной кислотой. И мне вот интересно стало, а что, если, значит, астматиков заставляют заниматься фридайвингом, может быть, у них тогда жизненный объём лёгких будет увеличиваться. А также, возможно, это будет полезно и тяжело атлетам, то есть чтобы у них молочная кислота меньше накапливалась в мышцах. Вот тут ещё раз скажите, пожалуйста. 47 и 58. Давайте 58, потому что 58-й. Вот тут вот, да, как раз… Про лактат? Да, да, про молочную кислоту. Лактат и молочную кислоту одно и то же, правильно? Да, конечно, да. А вопрос про… Про то, что, может быть, будет полезно тяжело атлетам заниматься фридайвингом? Регулярно. Нет, ну плавание-то точно полезно в любом случае, потому что там идёт активация работы мышц и так далее. А вот именно фридайвингом. Хороший вопрос. Я имею в виду для профессионального увеличения результата. Их спортивного результата. Для того, чтобы они адаптировались к лактату и он не вызывал бы таких вот… Да, чтобы дольше они там могли свои суперсеты делать. Хороший, интересный, любопытный вопрос. Надо посмотреть, какое количество лактата у них накапливается. Сравните, подумайте. Может быть, у них больше, чем у тех, кто фридайвингом ныряет. Я просто не знаю, какие там единицы. А не поможет просто тренироваться в условиях барокамер и чего-нибудь такое? Ну, в условиях барокамер, кстати, да, тоже такая мысль здоровская будет, потому что там можно спуститься достаточно спокойно до минус 20, минус 30. Вопрос скорее смысла. Мне кажется, что при физической активности, которая есть у тяжелоатлетов, ну, я так предполагаю, что это тяжелые грузы, мне кажется, что там лактата гораздо больше, чем здесь. Вот, поэтому вопрос необходимости скорее. Ну, хорошо, а тогда ваше мнение про астматиков интересно было бы услышать. 47-й слайд. Про астматиков. Давайте посмотрим про астматиков. Нет, 47-й. Вот. Так я и сказал. Она подписана вообще-то. Все подписано. То есть вы предлагаете астматиков, чтобы они ныряли? Да. Может быть, у них увеличится жизненный объем легких? Мне кажется, вот их точно тогда можно подумать про то, чтобы барокамеру отправить, ну, потому что мне кажется, что у них… Ну, смотрите, у астматиков, скорее всего, помимо вот этого всего прочего, это же обструкция дыхательных путей. А если мы их будем помещать на глубину, мне кажется, что там из-за того, что активируется очень сильно симпатическая нервная система, она все-таки активируется, у них могут перекрыться дыхательные пути, вот у нас будет состояние отключения сознания в виде блэкаута. Поэтому, мне кажется, не очень хорошая идея именно вот так, но, может быть, барокамеру на каких-то щадящих условиях может быть сработает. Просто есть легкая и средняя тяжесть астмы, и она очень слабо ограничивает вообще в жизни этих людей. Многие спортом занимаются, там, лыжными гонками, например. Особенно легкие. Просто у них все равно, вне зависимости от того, что у них качество жизни не такое плохое, как у тяжелых, у них все равно жизненный объем легких уменьшен. Ну, может быть, может быть… Нет, в смысле, я имею в виду, как факт у них жизненный объем легких уменьшен. В плане погружения, ну, мне кажется, что это немножечко тяжеловато им было бы, а вот вариация с дыхательными практиками, которые будут увеличивать жизненный объем легких, и показано, что некоторые дыхательные практики этому тоже способствуют. Вот это может быть, это более просто безопасно. А вот именно фридайвингом их заставлять заниматься, но мне кажется, что нет. Наверное, будет плохо работать. Мне кажется, хорошо подойдут санатории в предгорьях Кавказа. Тоже неплохо, да. Будет побезопаснее, чем фридайвинг. Или дыхательные практики, которые реально показаны, что они увеличивают объемы легких. Если посмотреть на некоторые грудные клетки у тех, кто медитирует и делает дыхательные практики годами, у них грудная клетка-то широка, что вполне себе, может быть, будет работать. Спасибо большое. Спасибо большое. Маргарита, спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, за последние три года, что вы ходили на Эльбрус, заметили вы разницу в акклиматизации? По личным каким-то ощущениям легче вам было или нет? Также большая ли для вас разница была между Эльбрусом и Казбеком? Ой, нет, не Казбеком, а Пиком Ленина, насколько эта высота сыграла роль. И также вы упоминали о том, что мышцы запасают кислород, но вроде как я слышал, что те, кто... Интересная, любопытная история, что акклиматизация сохраняется в течение нескольких недель. И если каждое лето ходить на Эльбрус примерно в одно и то же время, оно будет примерно одинаковым. Другой момент, если, например, разговаривать, что мы сходили на Эльбрус, подышали, потом спустились, и вот, собственно, как мы с ребятами сделали в этом году, потом пошли на Казбек. Ой, на Пик Ленина, все, сговариваюсь. Сходили на Эльбрус, потом полетели в Киргизию и пошли на Пик Ленина. Нам было реально физически проще, чем тем, кто прилетел вот только-только в условия высокогорье, потому что там базовый лагерь Пика Ленина это уже 3 600. То есть это высота достаточно приличная. И ощущения другие, сравнивая вот с теми, кто у нас даже в составе группы был. У нас была группа из 6 человек. Собственно, трое, кто предварительно не акклиматизировался, они не пошли просто. Им было тяжело. Мы трое, кто предварительно сходил на Эльбрус, нам было полегче, мы пошли и удачно взошли наверх. Вот такая история. По поводу мышц. Если мы говорим про коренное население, вот у них миоглобин, который запасает кислород, он запасен таким образом, что они его могут эффективно использовать на высоте и при этом не выполняют физических нагрузок. А если мы говорим о тех спортсменах, у которых много мышц, они идут на восхождение, им действительно будет тяжело. Эти мышцы, во-первых, надо нести это вес, а во-вторых, их надо питать, кровоснабжать и так далее. Поэтому обычно тем, у кого большой вес, много мышц и так далее, им действительно тяжелее сходить наверх куда-то. А если говорить про коренное население, то у них неплохая мышечная масса, но они наверх и не ходят, например. В условиях, что они живут на этой высоте, выполняют какую-то стандартную физическую активность, им как бы комфортно. Вот такая предрасположенность. На тему адаптации к экстремальным условиям я бы порекомендовал посмотреть интересующимся… Есть такой видеоролик из TEDx, где Дэвид Блейн рассказывает, как он адаптировался к условиям для того, чтобы поставить рекорд, мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Очень интересно, там как бы довольно иллюстративно показано, как это происходит. На этом, я думаю, все наши и основная… А можно еще вопрос, прошу прощения? А вроде же три было вопроса. Да. А, ну ладно, ну давай. Ну, спасибо большое. Дай Бог здоровья. Спасибо большое за лекцию. Очень круто и интересно. Последний вопрос, прошу прощения, что так ворвался. Интересует вопрос, как сильно генетика влияет на способность к адаптации? В частности, если человек тропического типа родится на севере, в условиях Крайнего Севера, будет там расти всю жизнь, когда он вырастет, станет взрослым, будет ли у него отличаться способность к адаптации от коренных жителей? Спасибо. Спасибо большое. Хороший вопрос. Да, будет очень сильно отличаться. Скорее всего, ему там будет тяжелее, если это прям стандартный такой тропический тип. То же самое наоборот, если мы арктический тип, там стандартный такой, будем переносить в условия юга, и там, в общем, он решит переехать, я не знаю, или там в детстве переедет, ему тоже будет тяжело. Действительно, вот эти предрасположенности, они существуют, и доказано, показано на практике, примерах и так далее, что не очень комфортно. Ну и также, если мы будем брать аридный тип и переселим его на север, ему тоже будет не очень хорошо, потому что есть определенные адаптации, которые сформировались уже многими-многими десятками лет. А если говорить про климатизацию, ну, съездить, отдохнуть можно, но тяжеловато. Очень рекомендую посмотреть лекции, вот как раз была ссылка на QR-код про Восток. Туда же приезжают в эти суровые условия люди умеренного климата. Очень тяжко первые месяцы, очень. Вот поэтому вот такая история. Все равно, потому что есть определенная предрасположенность генов и так далее. Все равно тяжелее, чем могло бы быть. Я бы здесь, в пример, наверное, поставил то, что можно посмотреть на марафонцев, то есть кто постоянно побеждает в Олимпийских играх или мировые рекорды ставит. То есть это в основном жители, так скажем, африканских стран, где там из поколения в поколение они загоняют антилоп. Ну, то есть, если любой европеец попробует так же всю жизнь бегать, он все равно не сможет соревноваться с ними на том же уровне. Ну, или, по крайней мере, олимпийские рекорды ставить. Все? Точно? Спасибо большое. Так, на этом мы точно заканчиваем. Давайте поблагодарим Маргариту за прекрасную лекцию.